Здравствуйте, я Павел Гусев, это клуб главных редакторов. Автомобилем, поездом, самолетом. На чем мы будем передвигаться в ближайшем будущем? С какой скоростью? За какую цену? Насколько безопасно? В Москве проходила транспортная неделя. Представители нашей транспортной промышленности и правительства обсуждали перспективы. Давайте и мы обсудим. Неофициально, по-честному, в подробностях. Попробуем ответить на вопросы, скажем, почему известный артист отказывается летать на суперджете. Я, кстати, тоже не очень люблю летать на этом самолете. А некоторые чиновники и депутаты никак не пересядут на отечественные автомобили. И когда появится скоростной поезд Москва-Владивосток, способный доставить пассажира в другой конец страны одним днем. Знающие люди у меня в студии. Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике и член правления торгово-промышленной палаты. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт» и главный редактор интернет-портала «Авиапорт» и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте. Ну что ж, понимаю, что в рамках одной телепередачи разговаривать о транспорте в целом задача нелегкая. Но давайте попробуем. Автопром, самолетостроение, железнодорожный транспорт. Скажите скептическое отношение ко всему нашему. Это стереотип из 90-х, когда все импортное по умолчанию казалось лучше и качественнее. Или действительно, наши самолеты пока не могут конкурировать с Боингами, Аэрбасами, а российские автомобили не заменят Мерседесы, Форды и Мазды? Если позволите, вы начали с авиационной тематики. И действительно некоторые персонажи уже говорят, что если это суперджет, то не полечу. То было бы полезно ответить на ряд вопросов и развеять несколько мифов. Начнем с того, что действительно в 80-е годы Советский Союз создавал примерно каждый четвертый гражданский самолет в мире. И наша страна была ведущим игроком для стран социалистического лагеря и серьезным конкурентом для европейских и американских производителей. Да, собственно говоря, европейских авиапроизводителей тогда, как мировой силы, еще не было. Не было. Совершенно точно. Что произошло впоследствии? В первую очередь, экономические проблемы, которые погубили Советский Союз, подорвали ту базу спроса на отечественные лайнеры, которая существовала. Развалился СССР, развалился Советский Союз. Вы имеете в виду начало 90-х? Совершенно точно. При этом наши авиапроизводители уже разработали и начали выводить на рынок самолеты нового поколения, это Ту-204, Ил-96, которые создавались по современным на тот момент лекалам. Увы, попав вот в это безвременье, мы не смогли сделать важный шаг, сделать эти самолеты крупносерийными. И они не завоевали ни наш рынок, ни мировой. В следующую попытку, которую мы предприняли уже в нулевые годы, это небезызвестный российский региональный самолет, который потом стал Суперджетом. Вот он уже создавался полностью по мировым лекалам. То есть авиакомпании, и не только российские, но и европейские, американские, участвовали в работе консультационных советов и говорили, нам нужен вот такой самолет, у него должны быть такие-то параметры. Сделайте это, мы посмотрим. Если подтвердите наши требования, мы купим. И можно констатировать, что как технический проект Суперджет состоялся, по летно-техническим характеристикам он был конкурентоспособен. Но, правда, состоял из очень большого количества нероссийского производства деталей, правильно? Совершенно точно. И именно это, с одной стороны, позволило нам быстро создать самолет, который можно было сертифицировать по европейским требованиям. И европейский сертификат на Суперджет мы получили. Но это обернулось нам серьезными проблемами после введения санкций. Об этом мы, в общем-то, сами понимаем. Но давайте все-таки напомним, 90-е годы мы забываем, что у нас есть свои самолеты, потому что у нас раскрытое объятие, нам кажется, что нас все любят, что мы везде желанные гости в бизнесе. И тогда были уже попытки, что мы, попытки наших деятелей, что мы войдем в систему производства самолетов. Вот тогда Аэрбас как раз начинал, что вдруг нас туда пригласят. И мы начнем строить некую европейскую модель. Нас никто не пригласил. За небольшим исключением. Так. Напомню, что если мы возьмем самолеты и Боинги, и аэробусы, и двигатели иностранного происхождения, то изделия из титана в них сделаны в России. Вот. Но это, кстати, не единственный пример. Есть ряд других высокотехнологичных изделий. Например, самолеты А-308, самые большие в мире пассажирские самолеты. На них теплообменники для системы кондиционирования воздуха сделаны в России. И это был единственный поставщик для европейского конвейера. Вот это очень интересно. Это очень интересно. Это очень интересно. Ну, что вы можете по этому вопросу добавить? Как вы считаете, ситуация, ну, так, наша на сегодняшний день не хуже? Или, так сказать, вот то, что мы развиваемся, то, что мы сейчас такие проекты, ну, совершенно сногсшибательные проекты, я могу честно сказать, в транспорте. Кстати говоря, я на нашем самолете Ту-114, правильно я говорю? Да. 214-й. Я вот ходил, сидел на креслицах там. Самый новый, он еще не взлетел. На заводе смотрел. Потрясающий. Потрясающий самолет. Действительно, потрясающий. И нам рассказывали, что, чего и как. То есть мы умеем делать. Совершенно точно. Кстати, обрадую вас, вот на прошедшей неделе уже полностью импортозамещенный Ту-214 с новыми системами. Да, совершенно верно. Испытание. Совершенно верно. Совершенно очевидно, что мы растеряли наше технологическое преимущество, ну, прежде всего, в 90-е годы, а потом увлеклись сырьевой экономикой. Вместо того, чтобы сохранить, взять то, что было достигнуто в советское время, и не так много мы потеряли там в 90-е годы с точки зрения возможности возобновления нашего технологического преимущества, но, к сожалению, мы увлеклись сырьевой экономикой и, можно сказать, я бы так сказал, и забросили вообще наше промышленно-технологическое развитие. Мы потеряли примерно треть всего нашего промышленного потенциала вот за те годы, когда мы увлеклись полезными ископаемиками. Конечно, было интереснее. Золотишко, алмазы, никель, хром и так далее. И проще. Сразу куда отправляли? Да, и проще. Подальше от России, так скажем. И проще. Накопал, продал и купил, что тебе надо. Airbus, Boeing, все что угодно. На самом деле, до сих пор мы не преодолели эту проблему. Дело в том, что для того, чтобы иметь эффективную промышленность, эффективные технологии и всю цепочку, которая позволяет, чтобы на конце машиностроения было самым конкурентным, необходимо, чтобы инвестиции в основной капитал были минимум 25% ВВП. У нас на сегодняшний день до сих пор 20%. И это ахиллесовая пита нашей промышленности, нашей экономики. Мы пока не научились вкладывать инвестиций в то, чтобы вновь возобновить наше технологическое преимущество. Ну вот скажите, почему наши автомобили, мы вернемся еще ко всем этим теме, но почему наши автомобили такие дорогие? Вот давайте, я напомню, «Москвич», если не ошибаюсь, 7 тысяч рублей стоил в советское время и 40 средних зарплат. Сейчас «Москвич» стоит 22 зарплаты, ну и сколько там миллионов. То есть, казалось бы, мы идем к тому, что доступность становится, но на самом деле-то по-другому все оказывается, когда на деле. Ну, вообще, достаточно непросто говорить об автопроме. В отличие от авиационной промышленности, космической и прочих развитых в Советском Союзе, где мы имели приоритет, конечно, с точки зрения автомобильной истории мы были аутсайдами. Хорошо, но почему? Почему? Скажите, ведь мы же начинали, когда вот там давно-давно-давно свои автомобили выпускать, и вроде все пошло. Мы не выпускали своих личных автомобилей, мы в целом их компилировали в некотором роде, да, и они не всегда были самобытны. Хотя были и серьезные прорывы. Один из наибольных цивильных шагов – это появление «Победы», затем покупка автомобиля «Жигули», то есть бывшая линия «Фиата» была построена в России, в Тольятти, и появились «Жигули». Но, к сожалению, большого технологических прорывов не было. В этом отношении мы стояли на месте, и все новинки, которые могли бы появиться и появлялись посредством кулибинах, которые работали в МАДИ и в НАМИ, так и стояли в музее. На них, в лучшем случае, любовались сотрудники этого института. Если в грузовой технике мы прогрессировали по одной лишь причине, потому что это и народное хозяйство, и военно-промышленный комплекс, и здесь понятно, зачем эти «Уралы», которые до сих пор покупают за их проходимость. Но, правда, тоже модернизация требуется. И появился и МАЗ, и КАМАЗ. Это в том числе продукт военно-промышленного комплекса, так необходимый там. То с точки зрения частного транспорта было все не очень хорошо, потому что, как вы понимаете, частный транспорт был не в прерогативе, как в том момент, когда мы строили развитой социализм, а далее собирались построить коммунизм. И в лучшем случае это было достижение отдельных чиновников, которые пользовались персональными автомобилями. Остальные же вожделенно смотрели в сторону индивидуальной машины, стоя за ней бесконечно всю жизнь в очереди, может быть, дольше, чем за квартиру. Покупали у кого были незаконно нажитые деньги эти квитки для того, чтобы купить. Да, 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 квитки были. И достаточно этих примеров было. И когда мы перешли вот такую новую капиталистическую формацию во второй половине 90-х годов, когда автомобили сначала поехали в бэушном состоянии, это для нас был предел мечтаний. Вот эта корявая техника, которая не просто переходная модель, а которая перешла уже из прошлого в вечность. Завтра она развалится и собрать ее будет невозможно. Мы этот путь прошли, потом началась коллаборация вместе с западными производителями. Но еще и японские машины начали. Праворукие машины, они едут до сих пор, потому что там есть свои преимущества, простота, надежность, а самое главное дешевизна. Ведь ключевой момент не в мифической японской надежности, а в надежность появляется после упрощенной системы, максимально упрощенной. Ну и, конечно, маленького пробега, потому что в Японии существует большое количество ограничений на время использования автомобиля. Поэтому они нам доставались. И затем параллельно были уничтожены фактически и так вяло существовавшие отечественные заводы, потому что права на жизнь у них фактически не было. Они не были рентабельны. Они находились в состоянии постоянного стресса и воровства. Вот по-другому это не назовешь. И это был такой продукт еще... Ну а сейчас-то? А сейчас другая совершенно история. Компетенция была потеряна, поэтому надо догонять. У нас приехала, и мы начали коллаборироваться с западными брендами. Для нас построили заводы, мы стали их продавать. Но нам ничего не отдавали, никаких технологий. Ни винтика, ни бултика, ни одного чертежа. В отличие, кстати, от того же Китая, где рынок такого объема, что европейские или японские или корейские производители, заходя туда, кланяется и упрашивает пустить его туда, и он готов отдать 50% по 1% акций и документацию, и продавать патенты, и лицензии, и создавать новые... Лишь бы пустили. Лишь бы пустили. У нас немножко история была другая. Хотя мы были неплохие по продажам автомобилей на общеевропейском уровне. В какой-то момент мы выходили на призовые, скажем так, места. Но, например, мы занимали в некоторые года второе место в Европе по объему продаж. А пережала нас только Германия, а за нами следовала Италия и Франция. Это были неплохие показатели. Но опять там не существовало отечественных автомобилей. Потому что, а, не было, как говорится, политической и экономической воли. Все отдавали на откупы, давали максимальные льготы всем приходящим предприятиям. И даже дали возможность построить завод в 7 километрах от Кремля, где лучше построить жилой комплекс, нежели чем завод. Ну, понятно, что это не очень рентабельно. Но большие льготы на электричество, налоги на землю и так далее, и так далее. Только приходите и собирайте. Ничего не давайте нам, давайте нам готовый продукт. Минимум прибавочной стоимости на территории России. Произошло то, что произошло. Мы остались, собственно говоря, фактически одни. Мы остались с китайцами. Нельзя сказать, что это друзья. Это бизнес-партнеры. Бизнес-партнеры. Никаких там друзей, их особо нет. Они нас выручают. Не-не-не-не. Они нас будут гнобить, ломать, выжимать из нас все до последней капли крови. А мы будем как бы немного им кланяться. Я помню, как лет 30 назад те же китайцы приезжали к нам, чтобы позаимствовать передовые транспортные разработки. В итоге в Китае скоростные поезда на воздушной подушке, железнодорожные высокоскоростные магистрали, а мы пока в процессе производства и запуска. А не так давно китайцы объявили о создании нового авиалайнера, который станет конкурентом и Боингу, и Эрбасу. Как так получилось? Хочу спросить об этом еще одного эксперта. На связи из Китая Кирилл Янков, член общественного совета при Министерстве транспорта. Здравствуйте, Кирилл Вадимович. Что скажете, нужно ли нам теперь в свою очередь заимствовать что-то у Китая в транспортной отрасли? Здравствуйте. Ну, если начать с самолета, то да, действительно, лайнер С-919 выходит на рынок. Действительно, он будет конкурентом, видимо, таких моделей, как Аэрбас 320, как и Боинг, соответствующий, видимо, 737. Но хочу заметить, что китайцы не ставят целью делать полностью импортозамещенные лайнеры. С-919 имеет множество импортных деталей, и этот импорт из тех стран, которые для нас являются недружественными. И, соответственно, на вопрос, а может ли Россия купить этот самолет, ответ, к сожалению, может быть такой, что нет, не может. Потому что если китайцы начнут продавать этот самолет нам, они могут попасть под вторичные санкции тех компаний, ну, понятно, что это не компания, это власти там решают, тех компаний, которые производят все эти комплектующие и поставляют в Китай для этого лайнера. Поэтому на это мы можем смотреть со стороны, извлекать уроки, но практически для нас это мало что значит. А что мы можем действительно позаимствовать у китайцев? Вот их подход, скажем, к развитию же разнодорожной сети. Ведь не секрет, что уже китайцы построили высокоскоростных магистралей больше, чем во всем остальном мире вместе взятых. И о том, что начали они это делать около 20 лет назад. Кстати, высокоскоростные не значит, что они все на 350 км в час. Вот вчера я проехался из Кумина вдали, тоже на высокоскоростном поезде, но 200 км в час. То есть китайцы не ходят. Скорость 200 км в час. А максимальная скорость, какие развивают у них самые высокоскоростные поезда, сколько? Ну, поезда, которые на рельсах 350, а поезда на магнитной подвеске системы МакЛев 400 км в час. Но магнитная подвеска – это решение для небольших расстояний, для таких интермодеральных перевозок – это не решение для дальних перевозок. Вот у нас, понимаете, мы давно пытаемся начать строительство высокоскоростной магистрали. Уже несколько попыток было. И сейчас мы будем делать свой подвижной состав. Но понятно, когда подвижной состав рентабельный, когда есть программа лет на 30 вперед, постоянно вводятся новые магистрали, и постоянно нужно закупать, закупать, закупать новые составы высокоскоростные. Тогда эта разработка рентабельна, новые составы стоят совсем не за облачных денег. Именно по такому пути пошел Китай. То есть у них ритмично работающий производитель, кстати, тоже не без иностранного участия. Там Сименск в свое время сильно руку приложил. У нас, когда речь идет об одной магистрали, да, можно напрячься, сделать свой подвижной состав. Россия может это сделать. В железнодорожном машиностроении мы относительно импортонезависимы. Ну, относительно, в основном импортонезависимы, в отличие от самолетостроения. То есть поезда и составы у нас свои, так можно сказать? Да, можно сказать, что локомотивы и вагоны у нас, в общем, свои. И импортные комплектующие там есть, но они минимальные, и их можно импортозаместить. Хотя иногда возникает вопрос, например, скажем, поезда «Финист» производятся из китайского алюминиевого профиля, а не из нашего. Но эти вопросы, конечно, нужно обсуждать и решать. Так вот, и когда нужно поставить, допустим, 30 составов для магистрали Москва-Петербург, которые уже начали строить, произвести 30 составов, а потом что? Поставить производство на паузу, распустить коллектив, оснастку всю куда-то на склад положить, оборудование законсервировать. Потому что неизвестно, что будет дальше. То есть сделать свой состав ВСМ, свою модель ВСМ поезда, для того, чтобы произвести их 30 штук, а потом неизвестно, когда понадобятся следующие, это, с точки зрения экономики, неверный путь. А у китайцев четко, ритмично много лет вводятся новые линии и идет ритмичное производство. То есть у них, по сути дела, одно и другое совмещено. То есть строительство постоянное железнодорожных дорог скоростных, выпуск постоянных составов и то, что нужно, и технологии совершенствуются. И у них эта программа там чуть ли не на 100 лет. Так можно понять? Да, именно так. То есть через какое-то время, лет через 15, уже придет время замены поездов на новые. Может быть, тогда они новое строительство сократят, но производство будет работать за счет того, что надо уже заменять составы на более новые. Понятно. Спасибо большое за информацию. Было это очень интересно и поучительно. Я бы так сказал. Спасибо вам. Ну что, как вы можете это прокомментировать, как человек, который, так сказать, находится в таком очень важном учреждении, как торгово-промышленная палата? Ну, печально, Павел Николаевич. Ну, печально. Что я могу сказать? Конечно, печально. И на самом деле я уже сказал, чтобы развиваться высокими темпами, мы должны ежегодно обеспечивать реальный рост ВВП более 3,5%. А мы все предыдущие годы, начиная с 90-х, мы развивались все время ниже, чем мир в целом. Мир в целом, в среднем, развивался темпами примерно в полтора раза больше, чем Россия. То есть мы как бы росли, но при этом отставали от всего мира, включая все беднейшие страны. То есть это средний показатель. Поэтому меня очень беспокоит. Вот уже наши там денежные власти говорят, ну, в следующем году у нас, скорее всего, будет рост всего 2,5%. Подождите. А мир в следующем году планируется, что он будет развиваться 3,3,2%. Мы опять начнем отставать от всего мира. Без аккумуляции огромных инвестиционных ресурсов и обеспечения высокого экономического роста, прежде всего промышленно-технологического, мы так и будем пользоваться имбранным. Такие, наверное, надо учитывать, что существуют достаточно жесткие санкции в отдельных отраслях. И это, наверное, сдерживает в чем-то. А может быть, наоборот. Вот как мы видим сейчас в самолетах, где активно, например, и авиапром, и государство помогает развитию авиастроения. В определенной степени да. Но надо иметь в виду, что мы от Советской России, не от Советского Союза, а от Советского России получили огромный промышленно-технологический потенциал. Да. И да, мы растеряли часть его. Но еще на сегодняшний день достаточно большой, примерно 2,3 всего этого потенциала сегодня существует. Да, этим предприятиям требуется модернизация. Да, нужно туда вкладывать огромные деньги. Но до тех пор, пока не сменится наша денежно-кредитная политика, которая ориентирована только на таргетирование инфляции, а не на развитие промышленно-технологического, мы так и будем. Находиться в таком состоянии. Причем для того, чтобы обеспечить синхронизацию и разработки технологий, выпуска техники и создание инфраструктуры, надо, чтобы программа была не 3 года, как сейчас мы живем по программе, трехлетней программе бюджета. Это фактически является программой развития. А это минимум 20-30 лет. Понятно. А скажите, пожалуйста, я бы хотел, мы про самолеты здесь говорили, да? Вот они новый самолет создают. Это очень интересно, конечно. И посмотрим, смогут ли они раздвинуть рамки Боингов и Арбасов. Тем более, что с Боингом там сейчас достаточно большие проблемы. И китайцы очень легко могут занять это место. И, скорее всего, так и будет, я думаю, потому что китайцы все это умеют делать. Все-таки, что мы здесь сможем сказать в ответ? Сможем ли мы сегодня говорить, что вот в ближайшие, как в программе правительства, вот мы все это слышали, в ближайшие десятилетия мы действительно можем занять в авиации достойное место? В первую очередь нам нужно восстановить те позиции, которые были у отечественного авиастояния внутри страны. Ведь действительно речь дошла о том, что буквально несколько лет назад 95% транспортных работ, выражаемых пассажирокилометрах, выполнялось на самолетах иностранного производства российскими авиакомпаниями. То есть мы внутри страны даже возили на иномарках. И эта ситуация лишь постепенно сейчас выправляется, да и то, пожалуй, в первую очередь из-за того, что иномарки вываливаются из эксплуатации. Вываливаются просто из этого списка. Нам нужно очень серьезно принять как раз программу восстановления численности отечественного парка. И это первый шаг. Вот скажите, пожалуйста, продолжая эту тему. Я в прошлом по профессии геолог. И очень много летал по стране. Летал на самолетах каких? Ан-2. Еще маленькие самолетики были наши. Прекрасный самолет. Садились, просто поляна, и он сел. Почему мы их уничтожили? Почему мы убрали то, что было людям, которые живут в отдалении? Наша страна гигант. Людям надо перемещаться. Дорог не везде хорошие дороги. Почему, например, такие самолеты исчезли из нашего обихода? Для начала скажу, к счастью, не совсем исчезли. Малая авиация. Кто будет развивать ее? Начнем с того, что еще три десятка самолетов Ан-2 регулярно возят по стране. Это я знаю. Это мало. Вернемся к проблеме. На самом деле, в этой проблеме 90% это то, что мы развивали сеть автодорог. Причем в тех регионах, в которых раньше тоже действительно было только самолетом долететь. Нижегородская область. Простой пример. Там было 8 маленьких грунтовых аэродромов. Когда местные реки разливались, кроме как самолетом по этой близкой к Москве области никак не добраться было. Построили качественные мосты, дороги, поехали автобусы, частные личные автомобили. Самолеты стали просто не нужны в таком количестве. Второй вопрос. Ан-2. Нет, возьмите Якутию, Чукотка. Там же дорог-то особо нет. Вы совершенно правы. Поэтому сейчас там очень активно летают вертолеты. И по количеству выпускаемых вертолетов, в том числе гражданского назначения, мы незначительно отстаем от Советского Союза. Но что касается самолетов, действительно, и председатель правительства буквально на днях, а ранее президент, неоднократно и жестко ставили вопрос. Давайте ускорять создание самолетов для местных воздушных линий. В 1926 году эти самолеты новейшие. Байкал, чуть позже Освей, Ладога должны перевозить пассажиров. Но все-таки, если говорить о вертолетах, это надо, конечно, говорить спасибо нашей Министерству обороны. Потому что именно там этот транспорт, ну так скажем, мощная структура. И, естественно, чуть-чуть остается и для гражданского населения. Но это и правильно. Потому что мы должны защищать свою страну и защищаем ее достойно. Но вот эти маленькие самолеты все равно меня смущают. И я знаю, что действительно очень многие маленькие вот эти грунтовые аэродромчики, они, к сожалению, выходят из строя. Ведь это тоже придется все восстанавливать. Безусловно. Хотя существуют и технологические решения, которые позволяют создать летательный аппарат с экономикой самолета. А взлетно-посадочные характеристики ближе к вертолету. Ну, то есть 50 метров площадка, и он уже взлетел. Такие наработки сейчас ведутся. Это, в частности, работа ведется очень серьезная в Новосибирске по проекту «Партизан». Понятно. Ну вот, уважаемые телезрители, вы сейчас услышали, это очень важный момент, что маленькие самолеты, небольшие посадочно-взлетные площадки, они будут. Я так надеюсь. Правильно можно говорить? Несомненно. Несомненно. То есть вы можете быть спокойны. Пожалуйста. А теперь к автопрому вернемся. Ну и скажите, а что вот не получится сейчас тот же у нас с вами сдвиг, когда мы все отдали «Мерседесу», «БМВ», «Фольксвагену», там еще кому-то, «Итальянцам», «Фиат». И остались с носом в какой-то степени. Сейчас мы все делаем почти то же самое с китайцем. И что? Видели, в чем дело? Достаточно непросто. Не взяли у них что-нибудь, так тихо говорю, украсть. В хорошем смысле. Можно, конечно, украсть. Так и надо действовать. У нас других вариантов нет. Хотя недавно было объявлено о создании платформы российского автомобиля, универсальной платформе. Все это поручается институту НАМИ. Не могу сказать, что там есть жесткий хребет, который может создать новый автомобиль. Но, тем не менее, как бы поручилось, деньги на это выделяются. Для меня эта история несколько сомнительная, потому что я бы шел совершенно в другом направлении. И именно, давайте назовем этим словом, заимствовать. Да, к сожалению, это сегодняшний наш путь. У нас нет собственной базы. Нам нужно что-то брать. И надо брать разумно. Если мы создаем новый автомобиль, то давайте тогда создавать современный, не вчерашнего дня. И использовать, например, если кто-то там, вот как этому проекту, плюс-минус было объявлено, что, например, это будет последовательный гибрид, и там будут использоваться, соответственно, ячеистые батарейки, что уже прошлый век, потому что необходимо твердое тело и бюк от батарейки, которые до 2000 проходит. Но скажите, пожалуйста, я вам сейчас перебью на секунду буквально, потому что этот вопрос задают все. Что вот электрические автомобили замечательно, но для климата России, особенно, так скажем, от Москвы и туда вот до самых окраин, электрические автомобили на морозе, к сожалению, аккумуляторы брык, и заканчивают свое длительное существование. Так ведь есть? Бесспорно, у нас 17 миллионов километров, и батарейки не любят двух субстанций – жары и холода. В обоих случаях идет быстрое взяток. Еще соля не любят. Конечно. Знаете, у нас есть свои углеводороды, у нас есть газ. На этом, в конце концов, в ближайшие десятилетия могут работать отечественные автомобили. Создание собственной платформы, опять я уже повторюсь, наверное, это хорошо и правильно, но надо быть реалистами, поэтому вы задаете правильный вопрос. А почему бы нам, например, не заимствовать автоматически, не покупать чужие китайские вариаторы, а не заимствовать хорошую, надежную автоматическую коробку от старого 124-го Мерседеса, механическую, что сильно упрощает ее эксплуатацию, потому что у нас понятно, что в какой промышленности есть провалы, и с микросхемой не все так просто, и с чипами, и так далее. Или использовать, например, не балку, если кто-то меня поймет, а, например, украсть или позаимствовать у кого-то независимую подвеску. Может быть, на это потребуется меньшее количество денежных знаков, и это будет сделать проще, но бесспорно, на мой взгляд, нужно идти в эту сторону. Хотя, в принципе, создать доступный дешевый автомобиль при объеме реализации на территории России сложно. Правильно было сказано каждым экспертам. Для того, чтобы сделать недорого, и это развивалось, нужно продавать много, нужно иметь постоянные заказы, и на сегодняшний день мы должны, мы могли, вернее так, необходимо получить другие рынки, кроме российского. А это сложно. Это на сегодняшний день, к сожалению, утопия, и надо понимать, что мы будем жить так, как мы живем. Можно создать автомобиль, можно создать доступный автомобиль, но если мы не в какой-то неприоритете в отрасли, давайте двигаться так, как комфортнее. Заимствовать, коллаборационироваться и так далее, и так далее, и так далее. Это, на мой взгляд, гораздо проще. Если у нас в чем-то есть компетенция, мы создаем грузовики. Мы их в больших количествах упускаем, и народное хозяйство оценивает это по достоинству. Нам не хватает, не забудьте еще, не только легковые автомобили, нам не хватает спецтехники, а это чрезвычайно, может быть, даже еще более важная задача, которая стоит перед всей промышленностью. Сможем ли мы заменить ту спецтехнику, которая от нас ушла? Пока нет. Пока мы разными путями пытаемся купить китайскую. Поэтому необходимо сделать одну очень важную вещь. А под спецтехникой что вы подразумеваете? Это все. Это дорожные. Эскаваторы, краны. Все, что касается... У этого есть колеса, у этого есть двигатель, но это не легковой автомобиль. Это то, что используется в промышленности. Очень важно в этом вопросе иметь помощь государству. Давайте простой пример. В Китае, фактически, порядка 500 предприятий, производящие разные виды автомобилей. Из них очень немного являются по-настоящему доходными. Потому что остальные получают беспроцентные кредиты, что серьезнейшим образом влияет на появление конечного доступного продукта. Второе. Максимально у них стимулируется экспорт. Те изделия, которые уходят на экспорт, минимально обкладываются налогом. Это политика. Такую же политику и нужно применять у нас. У нас есть утилляционный сбор. Получается так. Основная масса денег от импортируемых автомобилей уходит куда-то. В промышленность, фактически, попадает только тот утилляционный сбор, который возвращается в виде произведенных автомобилей российскими предприятиями. Владимир Андреевич, скажите, а вот с этой ситуацией не окажемся ли мы снова в этот китайский вариант, что нам легче будет у китайцев сейчас всю вот эту вот и мусор, и хорошее, и сверххорошее закупать? А тогда зачем свой-то развивать? Господи, ну пускай там на Таврии ездили, на Запорожцах, и на чем еще мы там ездили? Я хочу немножко в историю, и тогда станет понятно. Но у нас не так много. Я коротко. Да, очень коротко. Мы в Советском Союзе осуществили индустриализацию невероятную. Чтобы было понятно, мы в течение 40 лет вводили в строй каждый день два крупных промышленных предприятия. Во как! Да, два, даже чуть больше. Два сквозь стены. Ну понятно. Почему это удалось сделать? А потому что мы не покупали конечный продукт, а мы покупали технологии, комплектное оборудование, заводы и так далее. Вот именно это, кстати, сделал Китай. Вот, друзья, у нас осталось чуть-чуть уже времени, буквально несколько минут. Я бы хотел все-таки про электротранспорт городской. Вот сейчас мы в Москве видим, например, электробас, еще всякие, так сказать, электрические. Это к чему приведет? Это плюс. И это опроси, например, не хватает обычных старых автобусов. И там сейчас, по-моему, чуть ли не 60 с лишним процентов. Менять их уже нужно. И это целая головная боль. Что делать? Что делать? И с электричками на железных дорогах, там тоже такая же проблема. Вот что в данном случае с общественным транспортом делать? Мы вполне компетентны для того, чтобы производить общественный транспорт самостоятельно. И мы сами его производим. Не обязательно, что весь общественный транспорт должен быть электрическим. У нас есть двигатели внутреннего сгорания, дизель, бензин, двигатели, которые имеют газовое топливо. И в этом стопроцентная компетенция. Проблем в этом не будет. И на самом деле, когда мы говорим о крупных городах, вполне себе нормально пересаживать именно общественные транспорты, коммунальные службы на электрический транспорт. Ну, потому что они больше всех дают вреда. Когда мы говорим о легковом транспорте, это выбор потребителей. И он сегодня не в пользу электрического транспорта однозначно. Когда мы говорим в целом о России, Россия будет выбирать то, на чем она может ездить. И выбирать именно в плане новой техники. Это гораздо лучше, чем электрическая старая. Поэтому она должна быть только своя. Хорошо. Ну, а почему тогда в регионах-то нет вот этих электробасов? Или почему? Деньги. Деньги. Финансирование. Финансирование. На самом деле я хочу добавить, мы сейчас автобусный транспорт наращиваем очень высокими темпами до 40% в год по разным видам. И это, я думаю, что стабильно будет продолжаться. Просто еще не все регионы имеют такую возможность, как Москва. Ну что ж, вынужден остановить на этом нашу увлекательную беседу. Действительно увлекательную. Время вышло. Как я понимаю, да, проблем в нашей транспортной отрасли немало. Но и в ближайшее будущее смотрим с оптимизмом. Да, и настоящее во многом радует. На этом прощаюсь. С вами был главный редактор МК Павел Гусев. Увидимся через неделю.